На внеочередном заседании областной думы депутаты в первом чтении рассмотрели проект главного финансового документа региона на ближайшие три года. Представил его губернатор области. В первую очередь на составление именно такого проекта бюджета повлияли, как назвал их Павел Коньков, непростые экономические тренды нынешнего года. По-видимому, нам надо быть готовым к тому, что даже уже с принятым бюджетом нам предстоит еще работать и работать. Развитие ситуации в текущем году с бюджетом 2014 года показывает, что далеко не все наши предположения были выполнены и, к сожалению, в сторону отрицательную. То есть реальное исполнение бюджета по доходной части имеет определенные минусы против заранее спрогнозируемой ситуации. Основные параметры будущего бюджета региона таковы. Доходы составят 31,6 миллиарда рублей. Расходы – 34,2 миллиарда. То есть бюджет останется дефицитным. Однако расходы предполагается сократить, что поможет к 2017 году уменьшить дефицит почти на четверть. Основную часть бюджета по-прежнему составят расходы на финансирование отраслей социальной сферы. В 2015 году они достигнут почти 21 миллиарда рублей или 60,8% от общего объема расходов. На зарплаты бюджетникам выделено на 1 миллиард рублей больше. Мы будем делать упор не на сокращение людей, а на оптимизацию организации, на выполнение государственных заданий, выполнение соответственно индивидуальных заданий врачами, что сегодня и залована в систему их оплаты. Что касается доходной части, то дотация из федерального бюджета в этом году составит 7,8 миллиардов рублей, что на 400 миллионов меньше, чем в прошлом году. Соответственно, чтобы выполнить свои социальные обязательства, руководство региона увеличит налоговые доходы. Наконец, в пользу бюджету принесут многочисленные торговые центры. Создана база для перевода налогообложения этих торговых в первую очередь и административно-деловых центров с кадастровой оценки. То есть сейчас она считается по остаточной стоимости и ни для кого не секрет, что некоторые торговые центры платят значительно меньше, чем потенциально могли бы. И разница есть, то есть есть определенная несправедливость. А сейчас этот законопроект в результате приведет к тому, что система налогообложения для всех торговых центров станет равной, а областному бюджету это даст дополнительные доходы. Депутаты, хоть и имели некоторые вопросы по проекту, в первом чтении бюджет утвердили. Основное направление, основная задача, которая существует при формировании и исполнении бюджета, связанная с повышением доходов, оптимизацией расходов и борьбой за снижение дефицита, эта задача, на наш взгляд, решается. Именно эти вопросы были предметом первого чтения, в силу чего, собственно говоря, подавляющим большинством закон об областном бюджете был поддержан в первом чтении.